Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжим разговор об огромной и драгоценной теме для всякого человека, о теме семьи. В прошлый раз мы пытались дать первичное определение брака как союза любящих, чистых и верующих сердец. Сегодня мы постараемся продолжить углубить изучение христианского отношения к браку и его необходимым составляющим, и прежде всего тех, кто составляет сущность брака, то есть мужа и жены. Муж и жена – эти прекрасные, идущие из древней славянской истории слова. Они не всем, может быть, даже понятны, как и некоторые другие слова, такие как «супруги». Но если вглядеться в них, в их содержание, многое станет ясно, как и другие слова. Например, слово «невеста» – такое чистое, прекрасное, и в то же время суть его забыта. На примере этих слов я и постараюсь на эти фундаментальные, предметные вопросы ответить. Итак, муж и жена. Каково христианское учение о них? Бог сотворил мужчину и женщину, сказано в начале Библии, по образу своему и подобию сотворил их. Да, мы знаем прекрасно из Библии, что вначале был сотворен муж, а вслед за ним сотворена и жена. И вот само слово «славянская жена» происходит от глагола, связанное с глаголом «изженуть», то есть «взять», взятое от мужа своего. Вот что означает «жена». Жена как неотъемлемое и единое по своей природе с мужем существо. Первоначально, таким образом, идея близости, соединения, а потом уже разделенности. Полнота человека – это не один муж и не одна жена, а это муж и жена в своей цельности. Некоторые считают, что православная этика – это этика соподчиненного положения женщины по отношению к мужчине. Но это не так. Если в других религиях мы действительно можем встретить уничижение женщины по отношению к мужчине, то для православного сознания такое уничижение не является допустимым. Речь идет о другом – о особом призвании мужчины и о особом призвании женщины. Церковь всегда настаивает на своеобразии каждого пути и каждой природы и подчеркивает опасность, если мужская природа начинает рядиться в женские одежды, а женская природа – в мужские. Не в плане одежды, которую мы одеваем на себя, хотя и это тоже определенный символ, но в качестве глубинной перемены духовных и даже физиологических ролей. И вот в чем же, с христианской точки зрения, назначение мужчин? Когда Адам и Ева находятся в раю, они находятся вместе, в союзе любви. И когда Адам, увидев впервые Еву, узнает ее и говорит, вот та, которая взята от меня, плоть от плоти моей, кость от кости моей, и радость наполняет его сердце, и он обретает полноту содружества, а это полнота содружества, дарованная ему Богом, который, видя Адама внутри Эдема, говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу, которая также является образом и подобием Божиим, и творит Еву. Поэтому, конечно же, ни о каком уничижении женщины по отношению к мужчине в этих первых библейских главах нет, мы видим этот союз мира и любви, этот райский брак, образ и христианского брака. И в то же время, читая дальше Библию, мы узнаем, что этот райский брак, как союз мира и любви, союз в единстве с Богом, разрушается, когда проникает в сердце и Евы, и Адама грех отчуждения, противопоставления себя, пока еще не друг другу, а Богу. Брак их тоже получает существенную трещину, ибо и в браке грехопадение присутствует во всей полноте в тот момент, когда Ева, послушав змея, съедает плод познания добра и зла. И дает Адаму. Адам в какой-то момент тоже забывает свое исконное предназначение быть главою Евы, и, подчиняясь ее недоброй воле, вкушает этот плод, также противопоставляя себя Богу. Есть известное выражение – потеряв Бога, ты теряешь и человека. Так и здесь, потеряв Бога, Адам и Ева и их потомки подставили по сомнению и их собственную любовь, ведь вне Бога настоящей высокой любви достичь невозможно. Адам и Ева, лишившись благословения и мира с Богом, не могут уже находиться в раю, и они уходят в страну далекую. Но прежде чем отпустить их, Господь дает им благословение, в котором и находим мы определение миссии, призвания, природы в нашем падшем мире – мужчины и женщины. Некоторые люди считают, что и рождение детей – это тоже благословение, которое дал Бог уже падшему человеку. Но это абсолютно не так. Первая заповедь, первое благословение Божие Адаму и Еве в раю была – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это означает, что еще до грехопадения благословение детей, благословение рождения детей, оно уже присутствовало во всей полноте. Но какие же заветы дает Господь человеку, когда он уходит в страну далекую? Адаму он говорит, что отныне ты будешь, в поте лица твоего есть хлеб свой. А Еве говорит, что отныне в муках будешь рождать детей твоих. В чем сокровенная суть этих столь хорошо знакомых нам слов? В том, что Адам, а в его лице и весь мужеский род, является хранителем и кормильцем своей семьи. Адам – это не тот, который ест сам свой хлеб, но это тот хлеб, который он должен дать и своей жене, и своим детям. Он – защитник, он – кормилец, он – мужественное, то есть укрепляющее и главенствующее начало семьи. Как не может человек и семья без хлеба, так она не может справиться без мудрого и правильного мужского руководства. Когда же он говорит Еве о рождении в муках детей, это свидетельствует о том, что Ева является продолжательницей рода. Само имя Евы, жизнь, хранительница, продолжательница жизни через женщину рождаются новые и новые поколения. И вот в этом святая и прекрасная миссия женщины – быть матерью, а значит и хранительницей семейного очага, а значит и хранительницей традиции, той, которая из поколения в поколение передаёт тот дух рода, в котором главой является муж, но рядом с ним, как верная и законная половина, стоит жена. Вот это ветхозаветное, ещё не новозаветное, о котором мы будем говорить позже, учение о браке является основой основ. Соответственно, Ветхий Завет нам показывает путь, в котором брак оправдан. Первое – это, конечно же, любовь и согласие. Это чёткое исполнение тех обетов и благословений, которые дал Господь, не путая их. И, конечно же, это чадо-родие. Рождение ребёнка в браке в Ветхом Завете представлялось великой и совершенно необходимой святыней, той святыней, без которой брак не оправдывался. Новый Завет несколько сместил акценты. Об этом мы будем говорить в следующий раз. У нас есть прекраснейшие примеры истинных и благочестивых семей, которым, к сожалению, Бог не давал детей долгое время или вообще не давал. Но самыми прекрасными примерами и в Ветхом и Новом Завете истинной семьи являются семьи, где муж и жена искренне любят друг друга, где не покушается каждый на функции другого и в семье, которой благословлена, конечно же, детьми. Для русских людей, несомненно, таким прекрасным и глубоко трогательным примером является пример царской семьи. Государь императора Николая II, государь императрицы Александры Фёдоровны и их благочестивых детей – царевич Алексия, цесаревин Ольги, Татьяны, Мария Анастасии. Пять детей – царь, отец и муж, царица, жена и мать. Они явили пример искренней и глубочайшей любви, засвидетельствованные не только прекрасной, целомудренной жизнью, но и смертью. В один день и в один час, разделив свою участь, они умерли в подвале Ипатьевского дома. И мы верим, что с сегодняшнего дня государь и его святая семья являются высокими покровителями брака и любви в нашей многострадальной России. О красоте брака, дорогие братья и сестры, мы продолжим разговор в следующей нашей передаче. Храни всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok